Всем привет, с вами Нильф Горн, это Игра Висич. Здесь я сделал такую платформу для будущей установки всяческих механизмов. Там катапульты, ракетниц, пушек, что угодно вам можно уже придумать. Но в принципе, в миниатюре, то есть такую опять проходческую машину и составную мне захотелось сделать, чтобы это выглядело как бы как прицеп. Но как это все работало, чтобы вот... То есть у меня только до этого дошли руки, то есть как-то вот так вот оно все работает. В принципе, думаю, видно. И я нашел, как использовать вот эти устройства, слайдеры вот эти вот. Мне они довольно-таки понравились в плане использования. Давайте посмотрим, что это за аппарат. Во-первых, впереди ведущие колеса. Понятно, что они поворачиваются просто и очень просто. И как видите, задняя часть у нас работает как прицеп. То есть там нет ведущих колес. Как видите, там просто тележка. И, собственно говоря, мы управляем передней частью. Так, соединение посередине, оно, в принципе, просто и думаю, никому оно проблем никогда не составит его собрать. Другая тут в другом суть, что вот при поворотах, как понятно, что вот это стоит поршень, ой, не поршень, а шестеренка, рычаг. Ну все, я опять запутался. Стоит вот здесь вот это устройство, как оно там называется. Хинг. Вот. И здесь вверх-вниз поворотный. И здесь как раз-таки глайдеры стоят. Для чего они здесь стоят? Сейчас я попытаюсь это показать. Чтобы, когда мы передвигаемся, к примеру, на горках, к примеру, мы заезжаем вот так вот. Видите, как это все плавно срабатывает. Ну а здесь плавность происходит почему? Потому что здесь стоят вот эти вот поворотные рычаги. А зачем здесь глайдеры стоят? Для того, чтобы, когда, допустим, к примеру, угол становится немножко неровным. Вот в данном случае здесь пока вот еще не видно. То есть, вот-вот-вот. Ну то есть, когда один бок проседает вниз. То есть, если вот этот бок проседает, то как раз-таки для этого глайдеры и нужны. Сзади на черешке стоят тоже такие же глайдеры. И, в принципе, этого хватает, чтобы она также была подвижной и ее не коробило. При этом при всем, то есть, видите, ну как бы нормально двигается. Можно спокойно спуститься к примеру на ней. Вот. Понимаете, да, что не перевернула вот эту часть. Ну, переднюю часть не перевернула. То есть, механизм довольно-таки устойчивый к этому. И мне вот это вот очень понравилось. Также впереди еще стоит вот здесь вот эти четыре крыльца. Они не просто так здесь подсоединены, потому что вот эти два крыльца подсоединены к рычагу. Поворотному, да. Вот здесь видно, наверное. И здесь просто чисто скобами соединено вот с этой передней частью. На нее уже установлены глайдеры вот здесь вот. Срабатывает как пружины передние. Притом, как я понял, когда глайдер опускается, хотя у него нет натяжной какой-то силы, он сам от себя там ходит туда-сюда, все равно колеса срабатывают, все равно они цепляются, все равно он ими двигает. Это довольно-таки интересный момент, потому что благодаря этому можно вот такие, какой-то что ли, типа аппарат с рессорами сделать. Но в данном случае я, конечно, не смогу, наверное, опуститься. Если еще чуть-чуть, и вот оп-оп-оп-оп, и сейчас вот этим хвостом я немножко... Вот. Ну, как видите, я опустил заднюю часть, то есть... Эх, все, не выдержало. Ну, это не выдержало, потому что... Вот здесь вот нет соединений, то есть это уже совсем большой угол, тут еще нужно было бы делать рычаги, тогда бы сработало. Но, в принципе, как бы понимаете, что аппарат можно опустить... Передвижение. То есть еще передняя часть, то есть она поднимается, как видите, можно ее вообще использовать, как... То есть забираться куда-то. Ну, и это тоже для того, чтобы было сделано, чтобы как раз-таки опускаться. Давайте попробуем. Так, сейчас, сейчас. Ну, конечно же, управление все-таки... Про глайдер я говорил... Так, опять я кнопки путаю. Так, сейчас, секундочку, я запутался в кнопках. Почему-то... Вот, все. Про глайдер спереди я говорил, вот, смотрите, вот, видите? И... Все равно передние колеса срабатывают. Ну, лично у меня такое вот мнение, то есть как-то... Задние колеса бы, вот эти колеса, они бы не вытянули весь аппарат. Ну, мне так кажется пока. То есть... Так, давайте как-нибудь здесь... Вот здесь попробуем спуститься в передней части. Так, для того, чтобы... Здесь надо приподнять, чтобы... Так, а сзади опустить хвост. Теперь надо переднюю часть опустить. Ну, с потерями, с потерями, но я это сделал. То есть, в принципе, это работает и, в принципе, таким механизмом можно довольно-таки эффективно пользоваться. Понимаете, что немножечко доработать, к примеру, можно, что... Здесь, к примеру... Даже не знаю, что здесь. Ну, единственное, у меня есть вариант, это... Еще поставить один рычаг, но если... То есть, если такой вот поставить рычаг, то здесь будет неправильно уже... То есть, проваливается центральная часть, просто будет проваливаться вниз, и ничего не будет держать. Сейчас держится исключительно вот от всех рычагов, то есть, есть этот момент. Я все пытаюсь проходческие какие-то аппараты делать. Мне это интересно. Ну, в данном... В данной игре мне это интересно. Именно что вот... Проходимость. Конечно, здесь этим... Ну, не нужно хвастаться, но... Все-таки, мне кажется, это интересно. То есть, по-моему, прикольно получается то, что вот просто... все это продвигается и спокойно двигается, и... Сейчас, по-моему, я на бомбу, да, наеду. Да, все. То есть, в принципе, аппаратик работает, и довольно-таки эффективно, что... Он довольно-таки хорошо проходит. Кстати, давайте его сохраним, во-первых. Сохраним и еще попробуем где-нибудь сейчас его. Давайте... Вагон его. Вагон назовем. Вагон. Ну, или как это... КамАЗ с прицепом. Так, и давайте зайдем в какую-нибудь миссию. Я вот помню, там миссия с овечками есть, где овец надо убивать. И... Вот. И там есть небольшие склоны, куда можно вполне залезать. Так. Убираем. Так. Отлично. Вот там как раз сзади для нас прям самое то. Так, я немножко опустил. Так, по-моему, здесь не только нужно... Не, овцы мешают. Черт возьми. Ладно, ничего страшного я в этом не вижу. Так. Вот сейчас уберем. Так. Переборщили. Так. Вот. Что интересно сейчас мешает заехать? Не мешает заехать, мне кажется, просто центральной части. А нет. Смотри, довольно-таки эффективно. Я забираюсь. Даже не... Не поднимая переднюю часть, я спокойно заехал. По-моему, очень-очень продуктивно срабатывает механизм. так, здесь уже можно, к примеру, приподнять переднюю часть, чтобы... Так, а теперь просто опустить. по-моему... Бэтмобиль у меня была серия как раз в этой миссии Бэтмобиль, он, по-моему, намного сложнее заехал сюда, чем вот... Так, а чтобы слишком не дергалась, то есть, можно... Так, я, по-моему, немножко поломал переднюю часть. Или нет? Все нормально вроде бы? Не пойму. По-моему, поломал немножечко. А нет, не поломал, все нормально. Здесь не хватает, честно говоря, ни вот танкового, вот этого гусеничного поворота, да? Оп-оп-оп-оп... Сейчас как раз все, сломался. Что я сделал? Я пережал рычаг, да. Так, почему так? А, то есть, он уже был пережатый, да? Странно, может быть, тогда вот этот вот здесь убрать, чтобы совсем уж не пережимал. Так, вот так вот теперь Ну, вот теперь хотя бы может конкретно перебегаться. единственно что вроде нормально давайте попробуем я попытаюсь заехать на большой склон трупы труп овец мешает честно говоря больше чем остальное но мне кажется здесь не получится заехать конечно что я сказал не получится мне заехать самое самое забавное то что мне нравится как ведет себя задний так как идет себя задняя часть то есть вот это вот часть спокойно вообще воспринимается не интересно заедет на горку все-таки нет по-моему надо немножко назад сдать чтобы на ровную поверхность заехал на эту он забрался как просто как как будто всегда здесь будет так и чего не хватает нам не пойму чего не хватает хватает так в принципе все должно быть нормально то есть забираться от этого рычаги должны приподняться потом приподнимаете и тогда сам весь почему порвалось я не знаю честно говоря давайте может быть вот так вот сделаем а нет тогда они не будет работать странно ну конечно сами понимаете что эти эти моменты на недавно но нужно и конечно же дорабатывать и вся суть у меня вся идея к чему я стремлюсь это сделать какое-то именно такой бронепоезд который будет себе ну как бы держать несколько вагонов вот как надо смотрите прям вот это прям вообще шикарно просто вот по-моему я даже вот скринни сделаю по моему очень шикарно это все будет то есть будет соединять себе несколько вот таких вот вагонов соединений и в каждом вагоне будет какое-то устройство которое будет отвечать там за дальний бой за ближний бой и еще что-нибудь в этом роде то есть вот в этом суть я готовлюсь таким вот так а вот задняя часть как как он должен не затянуть это честно говоря я нет во первых он да мне кажется на ровную надо да ну вот спокойно заехали все переворот то есть три вагоны я хочу сделать и в каждом будет по какому-то устройству они будут немножко побольше потому что она все-таки это минимальная часть то есть как бы что сами сам вот этот момент сам соединение правильное соединение колес как раз таки в этом сути была вот в этой постройке нет мне кажется мне удалось может быть я оставлю сейвы и вам понравится может быть вы захотите доработать или что-то добавить свое или воспользуйтесь собственно говоря этой разработкой моей так сказать а я понял почему почему там понял я вот вот об эти доски цепляется вот об эти доски цепляется и ломается это конечно не очень хорошо это что ломается но не дает вот этот вот промежуток как раз таки заехать за этих досок то есть вот уперлись просто в доске все странно ну ладно хотя в принципе вот этот угол должен избежать соприкосновения досок с полом ну ладно в принципе это не страшно надеюсь вам понравилось если понравилось ставьте лайки если вы хотите еще видеть интересный устройство от меня так сказать потому что я стараюсь что-то создавать именно ну либо я восхищаюсь тем что создали другие либо пытаюсь создать что-то сам интересненькое на мой взгляд конечно же подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось присоединяйтесь к моей группе вконтакте в которой вы найдете много интересного по играм не только обеспечившись но и вообще по играм песочницы с вами был ник горн всем всего хорошего пока